Привет! Мы с вами находимся в Тушане, на северо-западе Москвы, у станции метро Планерная, практически на окраине Москвы, недалеко от Кольцевой дороги. И здесь от улицы Героев Панфиловцев один рукав, и от улицы Фомичевой другой рукав, и до улицы Свободы проходит Планерная улица. То есть сначала идут два рукава улицы, один начинается от улицы Героев Панфиловцев, такой своеобразный, с двумя рукавами, один, соответственно, идет Героев Панфиловцев, другой от Кольцевой, потом эти два рукава, проезжая часть, соединяются по станции метро Планерная, и потом уже улица идет по прямой до улицы Свободы. Вот такая улица, двустороннее движение автомобиля транспорта, вот две полосы в каждом направлении, то есть улица довольно широкая, длина ее составляет около полутора километра, даже чуть-чуть побольше. До 1960 года здесь находилась под Москвой, было там село Алешино неподалеку, Лешкино, ну и другие села находились тоже, здесь же в этой местности. В 1960 году эта местность вошла в состав Москвы, и в 1965 году улица получила название в честь спортсменов-планеристов Центрального аэроклуба Советского Союза имени Чикалова, ныне Национальный аэроклуб России имени Чикалова, одним из видов деятельств, который являлся планерный спорт, которые тренировались и выступали на планерах. На территории бывшего здесь, ну неподалеку находившись, Тушинского спортивного аэродрома. Ну ныне вот это название уже историческое, в большей степени. Хотя, ну, конечно, аэроклуб-то действует, на планерах тоже тренируется, но, наверное, уже все-таки не так. Больше степени уже не на планерах, а все-таки на самолетах, на какой-то более современной технике. Вот, а так, в принципе, улица, она по большей степени жилищно-социальная. Здесь, на этой улице, видела станция метропланерная, которая была открыта в 1975 году. Это конечная станция фиолетовой ветки метро. Она как раз в середину этой улицы, рядом находится с метро торгово-рыночный комплекс планерная. Ну и всякие там торговые объекты разные, торговые центры, понятно. Ну такая улица, в общем-то, жилищно-социальная по преимуществу, да. И жилые дома здесь, они разные. В основном, в советское время постройки, там от 5, 9, там 12, 16-этажные, 60-80-х годов постройки. Но есть уже и современные дома, причем есть 4-этажные дома, даже с 1999 года постройки, 98-го, ну, в конце 90-х годов постройки. Есть 9-этажка, 9-этажки, 302, 9-этажки, 399-го, 1,2-х годов постройки. Ну, есть 14-этажный дом, 2001-го года постройки, и 20-этажный дом, по-другому, 5, 397-го года построить. И тут хотят сместить, по крайней мере, 4 жилых дома, по-другому, 16 корпуса, 1, 2, 3, 4, ну, это 5-этажки, да, панельные. Так что, вот, некое изменение тут тоже ждут. А в целом, она, конечно, очень сильно насыщена жилыми домами, всякими социальными объектами. Ну, естественно, поскольку жилые дома, то, конечно, здесь находятся и, так сказать, разные социальные объекты, и детские сады, и детские взрослые поликлиники, торговые центры, понятно, и школа, все понятно. Ну, из таких вот приметных зданий отмечу районную тепловую станцию Тушино, под номер 2, с несколькими строениями, построенными в 1943 году. Рядом пожарная часть, под номер 4, 5-этажное здание, 1773 года постройки. Отдел МВД по району Северное Тушино, 2-этажное здание, под номер 6, бывшее 23-е отделение милиции, здание 70-х годов постройки. Офисный центр, под номер 6, корпус 1, 5-этажное здание, тоже 70-х годов постройки. Магазин и электромонтаж, под номер 6, корпус 2, 5-этажное здание. Раньше здесь находилась Тушиноская фабрика Победа, здание 1773 года постройки. Офисный центр, под номер 7А, ресторанный комплекс «Жизнь прекрасна», под номер 12-е, 2008 года постройки. Много ресторанов всяких там. Далее, универсальный центр, под номер 14, корпус 1, с офисами, магазинами, сервисами, общепитом, трехэтажное здание, еще после 7-го года постройки. И в конце улицы тоже есть универсальный центр, под номер 22, корпус 2. С учебным центром по авиационной безопасности, с центром сертификации авиагорюче-смазочных материалов, магазинформенная одежда, округа и другим. Трехэтажное здание, 1978 года постройки. Но самое главное здесь, в принципе, на этой улице, это транспортно-пересадочный узел планерный по Наруси, около метропланера, шестиэтажный. Вот, который работает с 2011 года, осуществляется переход от станции метро к платформам посадки на автобусы. А также тут парковка идет, торговля, автобокзал и кафе. Ну, всякие общепитии. Вот это вот очень важный такой. По-моему, первый транспортно-пересадочный узел вообще в Москве, который сейчас их везде создают, да, этот транспортно-пересадочный узел, вот первый, это как раз был создан планерный в 2011 году. Вот, рядом, он связан со станцией метро. Ну, ну, уходишь и прям сразу вот из метро выйдет, сразу вот этот транспортно-пересадочный узел, тут много автобусов стоит на платформах. И вот там идет связь этого узла и с этими автобусной станцией. Ну, еще электродопланерная, которая по номерам 9, там много строений, небольшой территорий занимает. И она, естественно, служит вот эту вот фиолетовую ветку метро Таганско-Краснопресненскую. Открыто оно было в 1975 году, вместе с участком от Октябрьского поля до Планерной как раз. В 2003 году на этой линии был пройден первый в Москве переход на 8-ми вагонные поезда, да, это были 7-ми вагоны. Ну, интересно, тут также вагоны Ежи, знаменитые вагоны, еще советские, остались. И на настоящее время эти вагоны, они ездят только на этой ветке метро, и на какой-то другой линии они не работают в Москве. Так что такая вот улица, достаточно интересная ДГП, видите, а потому что эти Ежи знаменитые. Раньше это практически все линии на этих Ежах есть, составы с этими Ежами. Ну, приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.